У меня творческий кризис, а люди, наверное, сидят и думают, фу-фу, боже, какая без вкусти, какой рост. Бискотека, дископад. Платье Карл Рагерфест. Так, доль два. Платье Карл Рагерфест. У меня надо закругляться, потому что я сейчас выглядит отценно. Делаем с Карл человек. У нас сегодня солнечно, довольно неплохая погода. Но очень медленно. И, наверное, шумит телефон. Сейчас будет плохо слышно. Смотрите, как вот солнышко. Прямо весна. Наконец-то. Сейчас не видно, как вот солнышко. Я только рассказываю. Вот, видите, какое солнышко. Пробивается сквозь здание. Вот Hudson Bay. Я вам уже как-то показывала. Ну, пошли смотреть. Так, мы зашли в какой-то отдел. Здесь спортивная одежда. Levi's. Одежда для... А, просто женская одежда. Вот, кстати, корнир Ральф Лорен. Слушайте, я вот не знаю. У нас Ральф Лорен не очень дорогой бренд. Такой очень средний ценовой сегмент. Более чем средний. Я слышала, что в Европе это считается какой-то лакшери, очень дорогой. Или это какой-то другой Ральф Лорен. Вот я нашла что-то интересное. Смотрите, какие шубки. Это медведь. Медведь. Компания какая-то. Шред. Кстати, сделала ногти свои. Я то в прошлом видео позорно махала ногтями с отрушим маникюром на пол ногтя. И посмотрела потом видео и подумала, боже, боже, какой стыд. Испанский стыд. Значит так, шуба, шуба стоила 199 из 75 процентов сейл. А еще вот такая интересная. Смотрите, видите, она ой, такая разноцветная. Сколько она стоит? Эта стоит 132. Было 190. Что это за такое? Что это за бренд? Элс Ред. Не знаю, никогда не слышала. Ну, такой вот цветарок симпатичный. Я бы взяла его померить. Возьмем? Возьмем. Смотрите, какой худи интересный. Это Дона Карен ее. Ой, такой экстраларш развеет. Ну, а что, сейчас модно оверсайз. Ну, он такой прикольный, смотрите. Померяем. Нет, оно у меня будет очень велико. Экстраларш как-то велико мне будет нарусить. А ну, возьмем. А ну, посмотрим. Та-рам. Оверсайзер лит. Так, штаны кожаные. Энт и аншред. Давайте возьмем. Ларч, у меня они будут, конечно, большие, но... Ну, что? У меня сегодня без пояса. Ха. Нечем меня будет себя утягивать. Так, симпотная юбка летняя. Такая в рисунке геометрический. Так, тут у нас Карла Герпельд. Карлуха. Что тут у нас Карла все интересного? А вот какие интересные вещи. Синий, белый. Цветное, как я люблю. Кстати, Дона Карен. Дона Карен, Нью-Йорк. Так, вот такая юбка. Интересная. Лиссированная. Возьмем с собой. Так, там у нас Кельвин Кляйн. Пойдемте посмотрим, Кельвин Кляйн, что у нас есть. Это, по-моему, распродажа. Клиренс. А вот я нашла рубашку. Кстати, Ральф Лорен. Вот под эту юбку. Дойдет ли она вместе? Ну, да. Очень будет разноцветно, как я люблю. Так, здесь Томми Хилл Фиггер. Вы знаете, что я заметила, что мне здесь нравится? Никогда я не обращала на это внимание, но здесь не играет музыка. Для блогера это просто райский рай. Не надо залеплять телефон скотч-тейпом. Не надо думать, как сделать, чтобы у тебя было слышно вместо музыки. Так, мы бродим по Хилл Фиггеру. Симпатичный такой светорок Кельвин Кляйн. Голубого цвета. Я, может, видите, вот правда, на экстреларш размер... Ну, где наша не пропадала? Мы и в экстрасмол влезем, и в экстреларш символи. Так, мы находимся в примерочной. У меня творческий кризис. Я в большой растерянности. Пробродивший, наверное, час по магазину. Поснимавший, всякое разное. Во-первых, у меня садится батарейка. Во-вторых, я что-то ничего не нашла толково в мире. Все оказалось как-то грустное и не очень впечатляющее. Из плюсов. Здесь не гремит музыка, и можно спокойно снимать. Большая, удобная такая примерочная. Вы только посмотрите. Это же просто шипец. Здесь какие-то диваны. Вот это моя добыча. Кресло. Очень приятно здесь находиться. И спокойно, и тихо. Сейчас будем мерить. Я не очень сильно довольна тем, что я принесла. Вот, кстати, светорок лежит. У меня сегодня какая-то, может быть, так не видно, синяя тема. У меня нет с собой никакого пояса. Вы знаете, как я обычно все примеряю. Я обычно все надеваю с поясами. Но у меня сегодня я пояс не одела. И я очень сильно себя за это ругаю и корю. Хотела здесь есть какой-то пояс с собой примерочный, но не нашла поясок. Здесь как-то с аксессуарами. Вот. Ну хорошо, давайте попробуем что-нибудь померить. Давайте посмотрим, что получится. Надеюсь, что будет какой-то толк с этого и какой-то интерес. Не сильно надеюсь, но тем не менее. Первый наряд. Знаете, что мне нравится? Вот, представляете, я схватила этот свитер. И это, кстати, очень модный принт тай-дай. В прошлом сезоне был и в этом очень модный, до сих пор модный. Я искала к нему юбку какую-нибудь такого синего или голубого или белую. Но потом я увидела вот эту лимонную юбку. Опять же, очень модного в наше время кислотного цвета. И подумала, почему нет. Но вот это вот сочетание, в принципе, выглядит неплохо, скажите. По-моему, неплохо. Мне даже очень нравится. Вот знаете, очень люблю неожиданное сочетание. Никогда не знаешь, что с чем будет хорошо. Не знаю, может вам не нравится. Но мне нравится. Я тут стою распинать. Ой, как красиво. Какая прессия. А люди, наверное, сидят и думают, фу-фу, боже, какая безвкусие. Какой рост. Но мне нравится. Не знаю. Так, свитерок вот этот. Эншред. Размер медиум стоит 80 долларов. Пятая юбчонка. Размер 8. Тоже стоит 80 долларов. Огромная, большая. Цвет не передает. Но вы видели цвет. Я не знаю, я его называю цены. Размеры вам-то нужно, не нужно. Я просто сама люблю всегда. Ну, как бы представлять себе, что почем. И они просто так в воздух, знаете, бросают вещи. Вот. Давайте мерить дальше. Рокерский костюмчик. Кожаные штаны. Видно, что они кожаные? Да, видно. Тоже мне нравится. Тоже очень своеобразно на определенные, как бы, события, мероприятия, скажем так. Вполне может сойти. Ну, худо мне, конечно, велика, потому что на размере экстра-лаж. И ничего тут удивительного. Тут посмотрите, какая красота. Нет, вот только посмотрите. Ну, разве это может не понравиться кому-либо? Конечно, может еще, как может. Не такому попугайскому человеку, как я, а людям с хорошим вкусом это может не понравиться. Но мне это нравится. И с кожаными штанами, по-моему, это выглядит прикольно. И остальные мне тоже великоваты. Вы знаете, что я в раю. Мне здесь все большое. Когда я хожу по всяким молодежным магазинам, типа там Zara и Topshop, я ни во что не влезаю. В магазине Hudson Bay, где шопаются женщины пожилого возраста, как вроде меня, у меня все велико. Вообще, если честно, размеры я, значит, с трудом находилась здесь медиум. Здесь все large, extra large. В общем, короче, вот эта юбка восьмой размер, в принципе, мой, но как бы она бы большая. Кожаные штаны тоже велики. Ну, все вместе, вот так вот, оверсайз, все как надо, все модно, прикольно, что класс, мне нравится. Дискотека. Дискобол. Теперь мы начинаем наши танцы. Та-дам. Так, дискобольный свитер. Ну, это худи, да? Такое. От фирмы Donna Karin New York. Стоит на сейле 49,50. Стоил 190. Нет. Стоило 99. Здесь, кстати, уже эти обсыпались. Представляете, это даже в магазине они уже поотрывались, эти вот блестки. Не блестки, поездки, кстати. Представляете, что с ними через несколько раз носки. А как вообще его стирать вот с этим вот, во всем? Кто-нибудь знает? Я не буду его покупать, но просто мне интересно, как его стирать. У нас все обсыпется. Да. Ну ладно. А штаны? Штаны, штаны. Брюки кожаные. Бренда. Вот этого за Эншред. Стоили они... Боже, я ничего не вижу. А, 30 долларов всего лишь. Лардж размера. Стоили 80. У меня есть такие, мне не нужны. Потом они мне великоваты. Так, юбка. Ай, it's okay. Ломилась ко мне. Да. А юбка эта мне очень понравилась. Она, видите, такая симметричная, плессированная, синяя, зеленая, с белым. Не зеленая, а такой тил морской волны. Значит, я очень долго искала, с чем бы ее взять в примерочную. Нашла вот такую кофту. Я вам хочу сказать вот что. Я долго искала, и не зря. Эта юбка красивая, но ее очень-очень трудно с чем-то сочетать, потому что очень яркие, такие, насыщенные цвета все. Значит, это может быть либо что-то белое, либо вот точно такого цвета синяя, но только однотонная. Мне кажется, что вот с этой кофтой, хотя, посмотрите, цвета в ней абсолютно... Это не один тот же бренд, но цвета в ней очень-очень сочетаются. Вот синий точно такой же, белый и черный в этой кофте, и черный в юбке, на поясе на юбке. Но это, конечно, too much. Вот здесь геометрический рисунок, вот эта полоса. Здесь все в этих... Как они называются? В ремнях. То есть по цветам сочетается, но по расцветке... Ну, знаете, что может быть? Ну, может быть, да. Ну, я считаю, что это как бы немножко... Немножко too much, когда здесь принт, и здесь вот эта вот такая полоска как-то это выглядит. Но для девушек, смелых и не боящихся рискнуть своей фасонной репутацией... Не, не фасонной, репутацией фэшн-блогера... Я про себя. Вполне себе можно так одеться, в принципе. Хотя мне не очень нравится, если честно, но это не смертельно, не страшно, но не слишком, не очень хорошо, мне кажется. Что вы думаете, вам нравится этот комплект или нет? То есть он как бы вот на грани безвкусицы и чего-то слишком, слишком бизи-принтый, в общем, вот такой вот как-то так. Не знаю, не понимаю я. Вроде и цвета все подходят, вроде и текстура ткани одинаковая, но как-то так. Знаете, что я думаю, что если бы вот этой вот полоски здесь не было, бирюзовой, то был бы лучше. Если было бы только синяя с белым и черным, а здесь синяя с белым... Вот, я поняла, в чем проблема. Лишний цвет. Здесь три цвета и четвертый цвет, который делает диссонанс, так всего. Мне так кажется. Так, юбка, кстати, Дона Карен Нью-Йорк. Размер медиум стоит 129 долларов. Такая вот. А рубашка это Ральф Лорен. Ральф Лорен. И стоит он... Тоже размер медиум стоит он 125 долларов. Вот, кстати, я вам хочу сказать, что я померила... Померила эту юбку с... Просто таким свитером... Свитером голубого цвета, серо-голубого цвета. И вот даже, наверное, и лучше, чем вот с этой вот рубашкой, потому что, видите, просто он может под... Ну, по цвету, в принципе, голубой к синему подходит. Но он просто гладкий, однотонный свитер. И даже то, что он не точно сочетается по цвету с этой юбкой, в принципе, выглядит неплохо. Вот так. Свитер очень большой, тоже экстраларч. Я как-то его пыталась заправить, призаправить. В общем, юбка сложная. Вот знаете, что я вам хочу сказать? Вот это проблема. Очень иногда бывают красивые вещи на вешалке. И даже на мне она неплохо сидит и неплохо выглядит. Но вот проблема в том, что красивые яркие цвета, их очень трудно потом с чем-то сочетать. Вот очень трудно найти к этой юбке что-то, верх какой-то. Если бы это было в его платье, да, это не было бы проблемой. Но поскольку это юбка, мне нужно что-то найти. К этой юбке будет очень-очень трудно найти верх, который бы подходил и не выглядел бы как-то нелепо и смешно. Вот. Это, конечно, проблема. Я сама такая. Я сама хватаю иногда вещи, которые на вешалке красивые, расцветные, ну, такие, знаете, разноцветные, очень яркие, красивые цвета. Потом я мучаюсь, а оно у меня висит, потому что я не могу не найти, с чем его носить. Это вот всегда надо смотреть и думать, как можно сочетать и с чем это можно будет сочетать. Ой, тут у меня диванчик. Я уже спрячусь, спрячусь. Чуть не это. Не завалилась на него. Теперь, кстати, размер Allarge. Стоит он 30 долларов всего лишь. Это Кельвин Кляйн. Но он небольшой, он очень большой. Такой огромный. Сколько он стоил? Я без очков не пью. 79 стоит. Платье Карл... 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 Карл Рагерфельд. Так. Доль 2. Платье Карл Рагерфельд. Выговорила? Значит, платье Карл Рагерфельд. Карл, девочки. Карл. Собственные персоны. Что вам сказать? Платье старомодное. Очень несовременное. Не актуальное, по-моему, на мой взгляд. Сидит себе так. Себе не очень. Ну, ничего так обычно. Ну, такое платье, знаете, на работу в офис ходить. Ничего особенного. Сделано из какой-то синтетики. Такой, совершенно, знаете, прям стеклянный такой. Такой, который прямо вот резиновый такой. Вот. Чтобы вы понимали, продавщицка ко мне стучала сразу три. Говорила? How you doing? Are you okay? Типа, она волнуется, что тут со мной. Я тут уже полчаса в примерочной разговариваю. Странная женщина. Сама с собой. Да, так вот платье. Значит, оно... Оно не плохое, ничего. Ну, такое, знаете, немодное платье, по-моему. Не очень... Как-то это было модно год три-четыре-пять назад. Это вот оборка здесь. У меня таких много платьев, которые я уже даже не ношу. Да. Карл что-то оплошал. Карл. Карл, что с тобой? Ты что-то не то наделал. Или ему уже сто лет в обед этому платью. Размер восьмой. Карл. Ой, сейчас покажу. Карл. Вот он, дресс. Да, Карл что-то подкачал. Что-то не очень. Вот, кстати, знаете, я подумала, если одеть Карла вот с этой вот рубашкой вниз, во-первых, мы создаем длинный рукав. Потому что иногда с коротким... Платье, знаете, такое не летнее, я бы сказала, с такой синтетики скрипучей, а рукавчик коротенький. А если пододеть вниз, а здесь такой воротничок выпустить от этой рубашки, то мне кажется, это интересно, правда? Или опять какой-то полугайстый получается. Не знаю. Можно, можно. Вариант можно попробовать. Потому что здесь полоска, здесь эти ремни, тоже синие с белым, синие с белым. По-моему, это интереснее даже, чем просто платье. Еще из Карла можно сделать юбку. Если на Карла сверху одеть вот этот свитер, который очень современного расцветки, вот этот тай-дай, то даже старомодный Карл превращается в... ну, в такой более современный какой-то наряд. Если бы у меня еще был пояс, я бы сверху бы запоясывалась, и был бы вообще супер. Боже, как они орут там. Тихо. Что происходит? Вы хотите попробовать с Карл? Мам, вы хотите что-то сайдеры? Нет, я хорошо. Спасибо большое. Да, да. Это проблема? Извините. Это место для Олсен. Окей. Я могу показать где Бэйк Каш, если бы вы хотите. Я могу... Вы покупаете здесь? Вы покупаете в Бэйк Каш. Но я покажу где это находится. Да, это нормально, но я попробую сейчас. Да. Окей, спасибо. Вы видели? Спичность. У меня нет слов. Ну ладно. Так. Слушайте, мне надо закругляться уже. Сейчас выглядит оцени. Короче говоря, вот. Вот такой вот. Я потом... Слушайте, она выбила меня из колеи. Я не помню, о чем я говорила. Так, свитер с Карлом. Делаем с Карлом человека. Окей. Ну, в общем, вот такая идея. Так, все. Последнее на сегодня платье, потому что у меня уже, по-моему, сейчас выгонят отсюда эти примерщины. Какие нудные тетки, слушайте. Как будто я мешаю. Здесь полно примерщины свободных. Никого вообще нету. Как будто бы я занимаю что-то место. Ну ладно. Последнее платье, значит, я его принесла, потому что у меня есть очень-очень похожее платье из Зары. Ну, практически точно такой же. Мне было просто интересно его померить. Такой же точно расцветки. Синие, в такой горошек. Вот тут вот такая лента, сделанная из бархата. Ёпочка такая вот. Марсирована. Нет, даже не знаю как. Ну, симпатичная платьица. Бренд называется Dex. Это довольно дешевая фирма. Такая не очень дорогая, совсем даже, не сказала, дешевая. Сидит она неплохо. Я бы уже, наверное, купила, но у меня просто есть очень похожее платье, и мне оно не нужно. Я просто хотела померить и посмотреть, как оно выглядит в сравнении с моим Заровским платьем. Такой же там рукав, ну, все. Только юбка не плассированная, обычная просто. Кто кого слизывает, я не знаю. Друг у друга, наверное. Все бренды. Да, ну вот, такое еще одно платьице. Я не знаю, сколько оно стоит. Я искала цену, не нашла. Так это называется бренд называется Dex. Вот так. По-моему, он есть в группе, мне кажется. Все, ребята, все, я померилась, вам показалось, сейчас пойду домой. Выгнанная практически с позором из магазина. и как бы я сейчас выйду, они меня там ждут, наверное. Ну, в общем. Она когда вломилась, она мне что-то пыталась такое сказать, что я не в примерочной не того бренда, который я меряю, а я тут меряю все, что угодно. Я не знаю, что он хочет от меня, что он на него в виду. Наверное, единственное нервное, что я тут полчаса в примерочной сижу, разговоры, разговариваю сама с собой. Ну, бог с ним. Все, девочки и мальчики, ребята, я надеюсь, вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что вам было весело, надеюсь, что вам было полезно, я надеюсь, что мы очень скоро увидимся в следующем видео. Пока-пока.